Приветствую, друзья! Буквально пару дней назад я рассказывал про итоги февральской презентации Xiaomi, на которой наши любимые китайцы показали людям новинки Mi 10 и Mi 10 Pro. И уже сегодня младшая модель смартфона оказалась в моих руках. Это первое впечатление, так сказать, быстрый обзор. И, пожалуйста, прежде чем писать гневный комментарий, запомните важную информацию. Я уже готовлю полноценный обзор, и он будет максимально честным и полезным, если вы зададите интересующие вас вопросы в комментариях. А я, в свою очередь, постараюсь ответить на каждый в самом подробном обзоре. Договорились? Тогда начинаем. Смартфон поставляется в красивой перламутровой коробке, на которой красуются крутые надписи 5G и Hi-Res Audio. Внутри коробки вы найдете скрепку, на редкость твердый и достаточно качественный силиконовый кейс, переходник с Type-C на 3,5-мм аудиоджек, далее сам смартфон, кабель USB на USB Type-C и довольно крупный блок питания с китайской вилкой. Сам смартфон похож на Mi Note 10, особенно блок из камер. Корпус выполнен из сочетания стекла и алюминия, собрано все качественно, ничего не скрипит, не люфтит и в руках ощущается дорогим устройством. Цвет мне попался синий, но по факту он переливается от бирюзового к зеленому. Выглядит стильно и однозначно придет по душе многим. Смартфон довольно увесистый, его вес составляет чуть более 200 грамм. По эргономике и расположениям кнопок все окей, единственное, что мне не понравилось, это расположение ультраширокой камеры. Приходится держать смартфон таким образом, чтобы палец не попадал в кадр. Помимо этого, весь блок камер очень сильно выпирает, благо комплектный кейс решает эту проблему. Что касается лицевой стороны смартфона, во-первых, на экране завода наклеена неплохая пленка с плохим олеофобным покрытием, а во-вторых, сразу же обращаешь внимание на малюсенький разговорный динамик. Разместили его красиво. Далее включаешь смартфон, и вот оно, собрание всех актуальных технологий в одном месте. Тут вам и амолед, и изогнутые края, и тонкие рамки, и вырез под фронтальную камеру, и 90 Гц. К слову, из-за последней функции смартфон ощущается ракетой. Моя камера не способна передать плавности и быстродействие, но поверьте, это любовь с первого взгляда. Рекомендую прийти в магазин и оценить своими глазами. Поверьте, это что-то с чем-то. Также заметно подросла яркость экрана, и, думаю, в солнечную погоду максимальная яркость позволит пользоваться смартфоном с комфортом. И да, если интересно, то фронтальная камера заметна в первые пару часов. После не обращаешь на нее внимания. Сделано минималистично, красиво, со вкусом, Вася. Смартфон приехал на китайской прошивке. Здесь нет предустановленного русского языка и Google сервисов. Но мы закачаем игрушки и различные программы, чтобы посмотреть, как все работает с процессором Snapdragon 865. Так что напишите в комментариях, какие игрушки запустить. Если говорить про камеры, я успел сделать всего пару фотографий на все модули, и пока что непонятно. Либо дело в камере, либо в софте, но что-то мне кажется, что Mi 9 фоткает лучше. Тем не менее, тест камер я тоже проведу. Снимем кучу фотографий на все модули, и, конечно же, снимем примеры записи видео. Ведь теперь смартфон, флагман Xiaomi, способен снимать в разрешении 8К. 8К, друзья. Ладно, еще несколько известных фактов, которые я заметил за несколько часов использования. Здесь неплохие стереодинамики. Текст и изображение не съезжает, доходя до краев экрана. Это очень важно, как показала практика. И автономность. За несколько часов использования аккумулятор разрядился лишь на 23%. Надеюсь, с автономностью здесь все в порядке. В любом случае, будем все тестить. Ждите полноценный обзор и опыт использования. Не забудьте написать список игрушек и вопросы, которые вас интересуют. Я пошел тестировать новинку, а вы подпишитесь на канал. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok